Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем живет Самара. Сегодня вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. Не дадут кошмарить. В Международный день борьбы с коррупцией прокуратура проводит форум по защите прав предпринимателей. Куда приводят долги, судебные приставы и дорожные инспекторы ловят неплательщиков штрафов. Новый год в семейном кругу – лучшая награда. Самарские полицейские вернулись из Дагестана. На Южном мосту в Самаре, соединяющем железнодорожные и Куйбышевские районы, образовалась небольшая трещина. По словам городской администрации, причин для волнений нет. Это раскрошилось асфальтовое полотно. В ближайшее время здесь все отремонтируют. Плановое обследование Южного моста через реку Самара проводилось в 2012 году. С тех пор ситуация находится под постоянным контролем. Проводится мониторинг технического состояния самого моста и его конструкции. В 2015 году уже проводились профилактические работы. В следующем, 2017, запланирован капитальный ремонт. Заявка на финансирование работ уже направлена в областное правительство. Сравнительно молодая и весьма актуальная дата. 9 декабря Генеральная ассамблея ООН провозглашена днем борьбы с коррупцией. Во всем мире в эту пятницу проходят форумы, конференции и круглые столы. Представители прокуратуры Самарского региона решили встретиться с предпринимателями, чтобы обсудить их проблемы. Открытый диалог развернулся на площадке бизнес-инкубатора, где сейчас работает Марина Кравцова. И она готова рассказать подробности. В эти минуты в Самаре проходит первый открытый форум прокуратуры Самарской области «Защита прав предпринимателей». Это уникальный формат, открытая дискуссия между представителями прокуратуры, власти, общественностью, бизнес-сообществом, а также контролирующими и надзорными ведомствами. Обсудить участники форума планируют целый ряд вопросов. В первую очередь это снижение коррупционных барьеров в бизнесе. Одной из главных тем станет законность уголовного преследования предпринимателей. В конце ноября Госдума Российской Федерации во втором и третьем чтениях приняла законопроект, который предусматривает усиление уголовной ответственности должностных лиц, правоохранительных органов за незаконное преследование предпринимателей. Еще одной темой станет защита прав предпринимателей и их отношения с контролирующими органами. В этом году прокуратурой в Самарском регионе выявлено почти 1400 нарушений закона в сфере защиты прав предпринимателей. А президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил контролирующим органам обеспечить прозрачность проверок в отношении представителей бизнеса. Также обсудят взаимодействие органов прокуратуры и бизнеса. Как отмечается, обращений от предпринимателей в ведомство поступает немного. Неактивно они участвуют и в обсуждении новых законопроектов. Действительно, вот мы накануне вступления в законную силу, норму уголовного закона, которая будет за незаконное возбуждение дел из корыстной или иной личной заинтересованности, которая повлечет причине существенного вреда предпринимателю, возбуждения уголовных дел в отношении вот именно тех лиц, которые занимаются незаконным расследованием, возбуждением незаконным расследованием дела. Предложения, высказанные на форуме, сотрудники прокуратуры будут использовать в своей контрольной деятельности. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Подробнее о том, какие решения приняли на форуме и какие новшества грядут в законодательстве, смотрите в наших следующих выпусках. Почти 4 миллиона рублей с начала года задолжали самарцы за нарушение правил дорожного движения. Есть и те, у кого сумма штрафа достигает 10 тысяч рублей. Таких почти 300 человек. Теперь им могут запретить садиться за руль и выезжать за рубеж. Эта пятница стала черной для неплательщиков. На поиски их отправились инспекторы ГИБДД и судебные приставы. Вместе с ними сейчас дежурит Алина Чемерис. Добрый день. Сегодня пятница и на самарских дорогах водителей больше, чем обычно. Особенно здесь, на выезде из города. Сотрудники ГАИ с самого утра тормозят машины. Совместно с судебными приставами проверяют водителей на наличие неоплаченных штрафов. Если таковые имеются по закону, нерадивым автомобилистам предстоит либо оплатить его в двойном размере, либо провести 15 суток за решеткой, либо 50 часов принудительно работать. Все зависит от последующего решения мирового суда. Особый разговор с теми, у кого 10 тысяч долга или 10 неоплаченных штрафов. Им могут запретить водить автомобиль и выезжать за границу. Тем, кто успевает оплатить штраф за 20 дней, скидка 50%. Всего на погашение долга дано 2 месяца. Дальше дело уходит к судебным приставам. Сегодня водители на редкость дисциплинированные. Злостных нарушителей не обнаружено. Это просто выгодно, как бы финансово. Лучше вовремя оплатить, тем более с 50% скидкой. Совет водителям. Стараться не нарушать, потому что у нас по дорогам и дети ходят, и всякие бывают ситуации. И нарушения в основном бывают из камеры видеонаблюдения, которые у нас сейчас на данный момент имеются. Очень много штрафов. Ну и стараться, конечно, оплачивать в свое время. Оплачивается. То есть и 100%, если у нас, ну процентов 70-80 оплачивают. Данные о должниках заносятся в электронную базу данных, но в ней могут быть осечки. Поэтому водителям советуют подстраховаться. Мы рекомендуем сохранение все свои чеки, квитанции об оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения. Бывает такое, что гражданин оплатил штраф, но при этом информация не проходит. И тогда в службе судебных приставов возбуждается исполнительное производство, в рамках которого уже производится, грубо говоря, двойная оплата. Здесь нет ничего страшного. Нужно обратиться в службу судебных приставов, в свой отдел с квитанцией, с подтверждающим документом. И тогда все деньги будут возвращены. Такие рейды сотрудники ГИБДД и судебные приставы проводят регулярно. Говорят, на водителя это действует положительно. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Из служебной командировки в Дагестан вернулись бойцы сводного отряда полиции МВД. На железнодорожном вокзале Самары ранним утром их встречали коллеги, родные, друзья и наша съемочная группа. Впечатления от службы в Дагестане в репортаже Сергея Ромашова. Младший лейтенант Максим Барков не видел свою новорожденную дочку полгода. Девочка родилась в апреле, а в июне он в составе сводного отряда МВД уехал в Дагестан. Пока инспектор ППС Барков охранял покой граждан в республике, семья ждала его дома и надеялась на лучшее. Теперь семья Барковых снова вместе. Никуда от этого не денешься, потому что все-таки он выбрал у меня защищать свою родину. А как говорится, на службе бывают разные ситуации. Поэтому командировки это естественный процесс для сотрудника МВД. Поддерживать общественный порядок в Дагестане в июне отправились несколько десятков самарцев. Сводный отряд МВД состоял из сотрудников ГИБДД, ППС и ЭВС. Блок пост полицейских находился в поселке Новый Хушет, между Каспийском и Махачкалой. Обошлось без происшествий. Я считаю, поставленную задачу главкам нашу мы выполнили. Задачей была охрана общественного порядка, общественной безопасности граждан, а также еще проведение контр-туристических мероприятий на территории Республики Дагестан. Ребята хорошие, достойные. Теперь, когда полицейские вернулись из Дагестана, их ждет заслуженный отпуск. И потому Новый год они встретят не на посту, а в кругу близких людей. Сергей Ромашов, Константин Головин. События. В преддверии Нового года депутаты Самарской городской думы становятся дедушками-морозами и снегурочками. Девятый год подряд в Самаре проходит благотворительная акция «Елка желаний». И депутаты исполняют мечты тех детей, у которых обычная жизнь не сахар. По желанию ребят самые разные. От мягких игрушек, гаджетов и до спортивной экипировки. Парламентарии заранее не знали, какой подарок им достанется. Теперь у них есть время на приобретение сюрпризов до 26 декабря. Именно тогда в Центре помощи детям Иволга состоится новогодний утренник. Депутаты говорят, самое важное – это создать у ребят праздничное настроение. Сегодня мне досталось пожелание от 10-летней Ани. 10-летняя Аня хочет получить на Новый год планшет. Очень хочу быть снегурочкой для Ани. Конечно же, купить этот планшет и в преддверии Нового года, 26 декабря, вручить ей этот подарок в Иволге. Во-первых, это надо видеть. Детские глаза, расширенные, большие, счастливые. Они писали, они знают, что они писали это. Они ждали, вот приехали. Просто восторг. Я не могу передать чувства детские, эмоции, их захлестывали. Они спасибо говорят и тут же при нас открывают эти подарки, начинают рассматривать. Радость. Это для них действительно большой праздник. Далее, коротко о других темах дня. Самарский диализный центр начнет работу в марте 2017 года. Центр уже построен, там идут отделочные работы. Он разместился на территории больницы Середаевина и будет включать в себя отделение гемодиализа, гравитационной хирургии крови, переливание крови, койки для пациентов на диализе и палата интенсивной терапии для тяжело больных пациентов. Проект центра стал призером всероссийского конкурса, который проводился в Москве. Его признали одним из лучших примеров государственного частного взаимодействия в здравоохранении. Инвестор намерен вложить в его реализацию собственные и кредитные деньги на общую сумму 350 миллионов рублей. Жители Самары начали получать квитанции для оплаты услуг водоснабжения и водоотведения новой формы. Теперь в квитанциях появился заводской номер каждого прибора учета, указано количество проживающих в помещении и дата последней оплаты. Все пункты обязательно и не могут быть исключены по желанию или просьбам абонентов. Переход на новый формат квитанции будет происходить в Самаре поэтапно и закончится в сентябре 2017 года, пока их получили жители части промышленного района. Самарцы могут почувствовать себя героями Голливуда. В городе пройдет кастинг на участие в сериале. Отбор актеров состоится в воскресенье 11 декабря. К участию в кастинге приглашают юноши и девушек любого роста и телосложения в возрасте от 16 лет. По сюжету многосерийной комедии в Самару приезжает из Америки к своему сводному брату афроамериканец Томас. Тут братьев ждут необыкновенные и смешные приключения. Выставка «Старинный фолиант» открылась в музее Алабина. В экспозиции представлены книжные памятники и редкие книги 16-20 веков. Это рукописные и печатные издания на русском и иностранных языках. Жизнеописание династии Романовых, царские указы, прижизненные издания деятелей науки и искусства, церковно-славянские книги и краеведческие издания. Среди экспонатов также есть труды Петра Алабина, журналы Самарской городской думы периода 19 века, а также альбомы с работами самарских фотографов. В выходные в Самарской области потеплеет. В субботу 10 декабря ночью местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха составит минус 7-12 градусов. Днем будет облачно с прояснениями, местами умеренный снег, слабая метель. Столбик термометра поднимется от минус 6 до минус 1 градуса. На дорогах будет гололидиться. В воскресенье местами небольшой снег. В ночные часы похолодает от минус 10 до минус 15 градусов. Днем температура воздуха составит минус 8-13 градусов. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду местами гололедица. Повышать или не повышать? В Самарской общественной палате обсуждают вопрос возможного увеличения земельного налога. В региональном Минфине отмечают, пониженные ставки приводят к прорехам в бюджете. По данным налоговых служб, за последние два года местная казна недополучила по 10 миллионов рублей земельного налога. Ну а повышение ставки до 1% ударит по карману владельцев гаражей и автостоянок. В среднем для физических лиц налог может вырасти от 250 рублей до 3,5 тысяч. Для юридических лиц от 6 до 800 тысяч рублей. В зависимости от площади и места расположения земельного участка суммы могут быть и выше, что в конечном счете скажется и на людях, которые автостоянками пользуются. В общественной палате Самара предлагают не увеличивать ставки по налогу, а провести ревизию тех гаражей и автостоянок, которые не учтены, а значит и налоги за них никто не платит. Это позволит увеличить сумму поступлений в бюджет. Общественная палата не решает эти вопросы, она дает свои рекомендации. Но так как этот вопрос, который сегодня выносится по повышению налоговой ставки на землю, все-таки касается определенной категории людей, то администрация запросила мнение общественной палаты на отсчет. Мы сейчас посмотрим предложение, которое дает департамент финансов, которое дает департамент экономики города. Ну и дальше будем говорить по поводу того, стоит это делать, не стоит это делать, к чему это может привести. Бюджет Самара следующего года сохранит социальную направленность. С поправки в главный финансовый документ на 2017 год утвердили депутаты Городской думы. Изменились некоторые плановые показатели. Перераспределены бюджетные средства на сумму более 220 миллионов рублей. Это связано в том числе с необходимостью дополнительно профинансировать выплаты зарплат педагогам и обеспечению бесплатным питанием льготных категорий воспитанников детских садов и школ. Кроме того, учли средства из вышестоящих бюджетов. В итоге 64 миллиона рублей идут на ремонт самарских дорог и более 2 миллионов на жилье льготникам. Это далеко не вся картина дня. И вот какие материалы готовят наши журналисты к следующему эфиру. Обновят старые, построят новые. Самарские трамвайные пути ждет глобальная реконструкция. Родом из 90-х после 7-летнего перерыва в Самаре пройдет легендарный фестиваль рок-музыки «Самый плохой». Четыре человека на место, и это не предел. Волонтерский центр чемпионата мира подводит итоги в свой первый день рождения. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся.